Переговоры об интеграции России с Беларусью, под звуки которых мы прожили целый год, за последние несколько недель сменились на нечто прям противоположное. Полная политическая интеграция, которая уже вот-вот-вот-вот-вот должна была случиться, сменилась крайне мутными заявлениями об общем экономическом партнерстве на территории ЕАЭС аж к 2025 году, а белорусская пропаганда стала позволять себе уже совсем немыслимые выпады против российского президента с упоминаниями бункера и ботокса. Упрекают баней и трактором, забывая о том, что Лукашенко единственный президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам. Как тогда его не поливали? Бессонные ночи переживаний отражались на лице главы государства. Ботоксом не пользуется, а злопыхатели лишь радовались. Плохо выглядит, болен. Он болел за страну. С самого начала было очень просто предсказать, к чему приведут и чем закончатся переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко о слиянии в единое государство. И вот почему. Любой торг, любой договор строится на том, что стороны движутся навстречу друг к другу и где-то встречаются. Так выглядит кривая спроса и предложения. А в той точке, где продавец все еще хочет продать, а покупатель уже готов купить, появляется цена. Я хочу продать яблоки за 500 рублей, а вы хотите купить их за 100. Вы больше хотите получить яблоки, чем сохранить деньги. Я больше хочу деньги, чем оставить себе яблоки, выращенные на продажу. Не в сарай же им гнить. Нам есть о чем договариваться. У нас сходятся интересы. Я нужен вам, вы нужны мне. Где-то на паре сотен сойдемся. Но! Если вы ждете момента, когда я отвлекусь, чтобы отобрать у меня все яблоки, а я хочу сбежать с вашими деньгами, не отдав вам никаких яблок, мы не договоримся. Потому что это не сделка купли-продажи яблок, которая пронесет пользу обеим странам. Это соревнование в обмане. Не может быть компромисса в обмане. Кто-то обманет, а кто-то будет обманут. Это игра с нулевой суммой. А теперь представьте, что это не первый раз, когда пройдохи встретились. Что они знакомы четверть века и знают друг другу цену. Оба понимают, что продавец точно не собирается отдавать яблоки в обмен на деньги. А покупатель точно хочет яблоки украсть. Легко понять, почему никакого компромиссного решения тут не может быть. Им не о чем договариваться. Потому что интересы противоположны. Понимая этот нехитрый принцип, легко объяснить, почему любые переговоры российского руководства с Александром Лукашенко, насколько бы серьезное лицо не делали их участники, подписывая очередной пакет дорожных карт, обречены на тот же самый итог, что и все предыдущие. У сторон нет варианта, который удовлетворит обоих. Российское руководство хочет себе большой геополитической победы, и это особо не скрывается. Спустя 30 лет после распада Советского Союза, тем руководителям, у которых на советское время пришлись лучшие годы жизни, продолжает казаться, что граждане спят и видят реставрацию утраченной страны. Никакими социологическими данными это, мягко говоря, не подкреплено. Но крымский эффект, позволивший на 4 года полностью подменить внутреннюю политику внешней, без сомнения хочется повторить. Превращение бумажного союза в реальное слияние, поглощение Беларуси с полной утратой ею суверенитета на правах субъекта федерации, так в общих чертах выглядят ссанки, на которых было бы хорошо проехать прямо к выборам 2024 года. Выборы будут тяжелые, правовые основания для очередного срока Владимира Путина более чем сомнительные. Да, есть супероружие в виде электронного голосования, но плохо избираться президентом тем же путем, каким Вассарман стал депутатом. Хорошо бы придумать что-то, откуда-то получить настоящую поддержку. А времени осталось всего-то ничего. Через два года уже кампания начнется. И понятное дело, что на следующий день после гипотетического слияния Александр Лукашенко для своих контрагентов утратит всякую ценность. Никаких активов для торга у него больше не будет, зато желающих поруководить, перераспределять собственность и финансовые потоки на новообретенных территориях будет в избытке. И хорошо, если история бывшего президента закончится так, как у его российского коллеги, назначением на выдуманную должность в Совете Безопасности. Так вот, продолжаем. Александр Лукашенко же хочет ровно того же, чего и в предыдущие 27 лет. Дотации и политической поддержки. И чем глубже кризис, в который он заводит страну, чем строже санкции, чем ниже экономическая активность внутри и короче список внешних партнеров, тем это желание острее. Спонсором всех его выходок выступает Российская Федерация. В гораздо менее отчаянные времена, до проигранных вэверов, санкций и утечки человеческого капитала, по оценкам самого белорусского правительства, прямая российская помощь только через беспошлиные поставки нефти ежегодно составляла не менее аж 4% ВВП. Речь идет не только о прямой помощи. Паразитический характер белорусской экономики это не обязательно невозвратные кредиты и льготы. Это и допуск в рамках ЕАЭС белорусских компаний на российский рынок на правах местных. Это и контрабанда силами самого государства с помощью того же ЕАЭС, когда импортные пошлины не доходят до российской таможни. Это и самый прямой путь для эмиграции всех недовольных, что очень важно для такого рода режимов. Ведь рядом есть большая страна с общим языком истории и культуры. Ну, типа, одно дело переезжать в Польшу, годами адаптируясь к новой обстановке. Другой разговор устроится программистом в Москве. При этом Россия не только финансирует режим Лукашенко, но и принимает на себя все политические издержки. Только на российскую пропаганду можно рассчитывать в момент гражданского противостояния. Только российские спецслужбы, готовые с собственной территории захватывать оппонентов режима, только российское руководство готово грозить белорусским гражданам своими силовиками и армией. Но главное, бесконечно спонсируя и поддерживая режим Лукашенко, Россия служит для него основанием легитимности. Нет лучшего способа удерживаться, объяснять элитам свою независимость, чем огромное государство на восточной границе, которое не упускает случая поговорить о присоединении твоей страны. Причем государство такое, которое хорошо известно во всем регионе именно тем, что способно доводить территориальные претензии до конца. Ситуация, в которой из кармана российских налогоплательщиков оплачивается все это безумие и неэффективность, когда имперские амбиции нашего руководства превращаются во вполне материальные поступления по счетам, и при этом всем «Россия же служит главной внешней угрозой!» Так вот, вся эта ситуация Лукашенко по понятным причинам абсолютно устраивает. Можно верстать свой бюджет, исходя из средней годовой цены барреля, добывая нефть при этом исключительно из российской трубы, одновременно находясь в вяло текущей войне за независимость от России уже. Очень удобно. Лукашенко за 20 лет знакомства с Владимиром Путиным прекрасно понял то, что я тут десяток раз говорил. Свержение любого автократического режима через мирный протест это жуткий признак будущего Рождества для кремлевских управленцев. Они готовы идти на что угодно, поддерживать сколь угодно неприятных, кровавых, жуликоватых персонажей, лишь бы не допустить такую историю успеха, тем более у своих границ, потому что понятно, что в России тоже будет происходить нечто подобное. Более того, такой порядок делает само российское руководство крайне уязвимым и ставит его в фактически подчиненное положение. Ну, взял в заложники Лукашенко топ-менеджера Уралкалия, ну, захватил российскую гражданку, ну, издевается над российским руководством через свою пропаганду десятилетиями. Дальше-то что? Не поддерживает же его противников. Никакого мотива накачивать бумажные договоренности какой-то реальностью у Лукашенко нет и быть не может, потому что переговоры будут вести, а значит его режим поддерживать и подкармливать ровно до тех пор, пока он существует, пока сидит на своем месте и в своем статусе. В то время как предмет переговоров ровно в том, чтобы его режим перестал существовать, чтобы свое место и свой статус он утратил. Именно поэтому с самого начала, еще с лета прошлого года, я говорил, что у российской поддержки Лукашенко может быть только два исхода. И с точки зрения планов Российской Федерации на территорию Беларуси, они будут совершенно идентичны. Если Лукашенко не удержится, исчезнет субъект переговоров. Никакие его обещания не будут иметь значения, потому что резидент секретной госдачи в Барвихе, тайно вывезенный туда вертолетом, не распоряжается белорусским суверенитет. Если Лукашенко удержится, то едва кресло под ним немного, чуть-чуть стабилизируется, едва помощь партнеров не будет актуальна хотя бы в ежечасном режиме, он тут же забудет все договоренности, немедленно кинет благодетелей и развернет фронт своей пропаганды в привычном направлении. На Кремль. Чтобы это понимать, не нужно быть аналитиком, не нужно следить за российской и белорусской повесткой. Достаточно хоть в общих чертах представлять историю с 1994 года. Невозможно производить одни и те же действия, ожидая от них разного результата. Не для того Лукашенко развернул театр насилия, не для того устраивал кровавые рейды на улицах мирных городов, заработал репутацию государства-террориста, захватив гражданский борт, чтобы доживать на церемониальной должности, изредка развлекая публику статьями в коммерсанте о зловредном мироустройстве. Не для того окружение Лукашенко пошло под все мыслимые санкции, чтобы завтра им Игорь Иванович Сечин объяснил, кто здесь калий будет добывать, кто на господрядах зарабатывать, кто таможню будет крышевать, а кто в СИЗО сидеть. Да, в этот раз кризис у Лукашенко совсем не читав всем прошлым. Речь уже не идет о том, что имея поддержку большинства, ну либо безразличие большинства, что для таких режимов одно и то же, автократ рисует к своим 55% и еще 30%, чтобы было красиво. Речь сейчас идет о том, что у него нет никакой поддержки ни в каких аудиториях, ни большинства, ни даже значимого меньшинства. Чтобы это понять, не нужны никакие результаты запрещенных в Беларуси соцопросов. Достаточно взглянуть на масштаб репрессий. Активная фаза протестов закончилась год назад, но зачистка даже не институтов гражданского общества, а просто ковровая зачистка всех, кто попадается под руку, не только не сбавляет, но и набирает обороты. Уголовные дела за лайки, за комментарии, за все, что можно отдаленно счесть невосторженным мнением, это практически все содержание новостной повестки Беларуси. Каждое выступление Лукашенко это речь военного времени. Классический авторитаризм, держащийся на пропаганде и неучастии, перешел в новое качество, в насилие и страх. Жить таким образом в режиме оккупационной администрации, причем оккупационной в буквальном смысле, когда бывший министр бароны Белоконь говорит, что за одного чекиста нужно мочить в сортире 20 или 100 граждан. Так вот это не государственная политика. Это классическая тактика контрпартизанской борьбы на оккупированных территориях, когда за одного убитого солдата сжигают целую деревню вместе с жителями. Жить таким образом очень сложно и очень дорого. А главное, невозможно это делать слишком долго. Оккупационные режимы не бывают долговечны. Это факт. Любая стабильная власть держится на общественном согласии. Именно этим обстоятельствам объясняется то, что разговоры об интеграции и безмерная любовь пропаганды к своему восточному партнеру в этот раз длятся сильно дольше, чем обычно. Именно им объясняется, почему Лукашенко целый год, стабильно раз в два месяца примерял на себя образ провального губернатора, явившегося с отчетом к федеральному центру. Но в любом случае, третий акт, развязка, была только вопросом времени. Процесс, который не мог завершиться никаким результатом, компромисс, который не мог быть достигнут, все это должно было рано или поздно свернуться. Мы здесь не занимаемся криминологией и не станем гадать, что явилось поворотной точкой. Может быть, условия следующего транша не устроили, может быть, стороны утомили взаимным обманом. Это не очень-то важно, потому что результат ожидаемо неизменен. Полноценная интеграция России с Белоруссией, которая должна была уже вот-вот случиться, стать подарком к парламентским выборам, обернулась максимально размытыми заявлениями об экономическом союзе с единым рынком на пространстве ЕАЭС к 2025 году. А белорусские государственные СМИ, в лучших традициях их коллег с НТВ и Russia Today, меняют свою риторику с движения ко всеславянскому объединению на самый низкосортный троллинг российского президента. Да, пока Владимира Путина не называют прям по имени. Пока это типа под маскировкой там какого-то Джо Байдена или еще что-то типа того. Но давайте не будем делать вид, что россияне и белорусы не живут в общем информационном потоке и что пропагандисты этого не понимают. Давайте не будем делать вид, что слова ботокс и бункер это референс к какому-то другому человеку. Десант российской пропаганды не прошел даром, это видно по стилистике. Во Владимире Путине можно сказать много плохого. Его несменяемое правление наносит много ущерба, но внешность, рост или косметические процедуры точно не главные проблемы. Спекуляции вокруг ботокса это даже не язык российской оппозиции. Это шершавый язык международной пилорамы с Тиграном Киосаяном за авторством Маргариты Симоньян. Комментарии внешности физическим особенностям это издевка самого низкого разбора, которая по идее должна исчезать из лексикона с окончанием седьмого класса. Нет никакой вероятности, что Евгений Пустовой мог бы фантазировать в эфире экспромтом и по своей инициативе. Нет варианта, что авторы такого выпада могли заблуждаться в том, как он будет воспринят зрителями внутри и снаружи. На фоне кого, спрятавшегося от народа в бункере, Лукашенко хочет выглядеть былинным героем, который голыми руками отрывает крылья летящему вирусу. Все должны были правильно понять и все все правильно поняли. Эта ситуация выглядит безумно. Полностью зависимый от России диктатор-изгой, утративший внутреннюю и внешнюю легитимность, издевается над своим единственным союзником так, будто зарабатывает на трэш-стриме. Вся хитрая геополитика прошлого года, все переговоры, подернутые дымкой таинственности, все убытки, которые пришлось понести, вся реставрация Советской империи сводится вот к этому. Ручной пропагандист Лукашенко в самый разгар пандемии обмакивает императора Путина лицом в грязь так, как этого никогда не делал никакой Навальный. Это итог изумительный, но закономерный. Когда вы, несмотря ни на что, поддерживаете и содержите неадекватного контрагента, который уже не единожды прямо показывал, что сам черт ему не брат и он готов пойти на все, вплоть до похищения ваших граждан, странно ожидать, что в кризисной ситуации он будет вести себя как-то иначе. Что он не будет вас унижать за ваши же деньги, прекрасно понимая, что деваться вам некуда. Можно было бы поставить себе пятерку за сообразительность. Российское руководство было обмануто и выставлено идиотами ровно так, как было предсказано нами год назад. Но справедливости ради хвалить себя особо не за что. Если вы всерьез думали, что последовательно строящий свою власть на интригах и вранье Лукашенко спустя четверть века интриг и вранья пойдет к вам на ставку губернатора, никто не виноват в ваших бедах. Только вы удерживаете худший в Европе политический режим на плаву. Извольте уж разделить участь с белорусскими гражданами. Хорошая новость, как всегда, в том, что само по себе метание Лукашенко лучше всего показывает, что кризис его даже и близко не закончился. Точно так же, как мы знали из истории, к чему приводит приступ дружбы с бывшей метрополией, мы видим, насколько текущий кризис отличается от всех предыдущих. Если во время предыдущих политических катаклизмов сразу за активной фазой протеста шло возвращение к статусу КВО, республика вновь переставала быть источником новостей за пределами результатов уборочных и пассивных, то здесь сейчас никаким статусом КВО даже и близко не пахнет. Режим Лукашенко как жил в режиме осажденной крепости, так и продолжает. Никакой стабилизации ни внутри, ни снаружи не наблюдается. Даже наоборот, существующие санкции продлевают и дело идет к наложению новых. Никаких инвестиций, никакого роста, никакого развития Лукашенко обеспечить уже не сможет. Он может только растягивать день сегодняшний настолько, насколько получится. Этот новый статус Лукашенко получился потому, что белорусское общество, вдруг использовав процедуру совершенно контролируемых выборов, взяло и сказала «хватит, мы больше не согласны». И потом еще и подтвердило свою позицию многочисленными и очень масштабными митингами. В Беларуси не произошло силовой революции, потому что развитое, продвинутое и образованное общество не свергает правительство тяпками. Но белорусы совершили коллективное политическое действие, которое показало всем и внутри, и снаружи Лукашенко больше главой страны быть не может. И этот сигнал все и внутри, и снаружи приняли. Да, Лукашенко пока смог удержаться у власти силой насилия. Но из состояния легитимного президента, принимаемого как внутри страны, так и за рубежом, из человека, который мог устраивать саммиты, принимать лидеров Германии, Франции, России и Украины на мирных переговорах, он превратился просто в человека, который под дулом автомата заставляет мирных людей не выражать свое мнение. Он вынужден отменять даже муниципальные выборы и плясать эти танцы с Путиным, и он не может предложить своим элитам главного возвращения в какую-либо нормальность. У Лукашенко может продолжаться временное состояние контроля над страной и даже белорусским элитам какое-то время это может годиться, но одного больше не будет никогда. Нормальной, стабильной жизни при президенте Лукашенко. Только оккупационная администрация на пороховой бочке со всеми ее минусами, рисками и опасностями, которая может прекратить свое существование в любой момент. Это то, к чему привел массовый поход белорусов на выборы и последующие протесты. Изменения обязательно придут в Беларусь. Единственное, что мешает этой стране развиваться неадекватная, некомпетентная и теперь уже нелегитимная власть. Последние полтора года показали, что белорусы жить с такой властью не хотят и не будут. К сожалению, эта власть в Беларуси уже полтора года удерживает Россия. Будем надеяться, что изменения придут в Беларусь быстро. Будем дальше говорить о происходящих там событиях. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин